Далее я уже буду работать более детально со шляпками грибов. Хочу сделать вот эти полосочки. Они у меня такого сереневатого цвета. Добавляю туда капельку белил, потому как белила что в гуаше, что в акриле, они добавляют некой укрывистости. И поэтому краска уже ложится на поверхность лучше. Даже вот сейчас у меня второй слой краски. Он уже чуть более густой, чем мой подмалёвочный слой. Но тем не менее, всё равно сквозь него просвечивает предыдущий вот этот вот слой. Он такой всё равно достаточно прозрачный. В любом случае придётся ещё накладывать слой, но это посмотрим уже. Здесь далее может быть ещё какая-нибудь детализация, но это уже на последующих этапах. В акриле я всегда сначала делаю более тёмные участки, а потом уже светлые. Далее я хочу сделать ножки грибов. Здесь уже мне нужен такой окрестный цвет, более мягкий. Но прежде чем буду ножки прокрашивать, я хочу немножко сделать переходы между вот этими вот ярусами. Не должно мне быть такого более серого оттенка. Затем уже оттенок ножек. Повторюсь, что это не последний слой краски. Здесь будет ещё накладываться. Поэтому пока всё так достаточно приблизительно. Далее немного поработаю над фоном. С каждым последующим слоем консистенция краски становится всё гуще и гуще. Вот обратите внимание, что сейчас я накладываю второй слой на поверхность. Всё равно всё это выглядит так, достаточно неопрятно, прозрачно. Поэтому здесь необходимо ещё, наверное, слой 2. Декоративная работа, она не предполагает нам обязательного закрытия плоскостей одним цветом, как в раскраске. Тут, может быть, какие-то вариации живописные. Декоративная работа отличается от реалистичной лишь своей композицией, каким-то сюжетом, ну и техникой. Сейчас сделаю листики. Возвращаюсь вот к этому изумрудному фону. Немножечко я меняю оттенок на более такой сдержанный. И прохожусь по всему фону. Спасибо. 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 И последнее, что я хочу сделать на этом этапе. Это высветлить шляпки грибов и вот эту окантовку. Они у меня будут примерно одного оттенка, такой светло-сиреневый. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 В этом этапе я так это оставляю. Сейчас это уже ближе к первоначальной задумке, но, конечно, пока далеко не то, что мне хотелось бы видеть в конечном результате. Я думаю, у меня здесь осталось где-то один-два красочных слоя, но прежде чем возвращаться к большим плоскостям, я хочу немножко добавить мелких деталей. Они у меня будут располагаться во всей поверхности работы, каких-нибудь мелких травинок. Когда мы делаем эскиз, там слишком мелкие подробности не нужны, поэтому какие-то детали мы уже додумывали на чистовике, скажем так. Так. Постепенно усложняются цвета. Уже я не работаю открытыми чистыми цветами. Все краски уже претерпевают изменения в виде смешивания с другими. Также всегда в работе нужно следить за балансом тепло-холодности. Чтобы работа была выразительная, следует подумать над тем, какой процент в ней будет холодных оттенков, а какой теплых. Если мы хотим выдержать работу в основном в теплых тонах, чтобы она была у нас такая солнечная, радостная, то холодных мы используем совсем немного, буквально на каких-то нюансах, но тем не менее они не должны присутствовать. Ну и наоборот, соответственно, если у нас работа холодная, то теплых должно быть по минимуму. В этой работе у меня примерно равный процент холодных и теплых оттенков. Так, ну что ж, сейчас я буду работать над шляпками вновь. Сначала с темными участками. Что-то у меня остается предыдущего слоя. Что-то я не буду трогать совсем уже. А где-то добавлю немного нового слоя. Таким образом появятся новые оттенки. На этом этапе мне уже нужно прикладывать больше усилий в плане аккуратности. Поскольку здесь уже в основном идут окончательные слои. Субтитры Declaration of Education кстати говоря акрил немного темнеет при высыхании поэтому подбирайте оттенки с учетом этого свойства сначала хочу завершить работу над грибами полностью шляпки ножки а потом уже буду работать над остальными растениями мне очень нравится сочетание такого теплого песочного такому ближе к оранжевому оттенка сиреневым и таким салатовым мягким я обратила внимание что у меня достаточно много работ в таком колорите поэтому считаю что но какое-то время наверное мне стоит от такого сочетания отойти и попробовать что-то другое потому что я волей-неволей возвращаюсь к своим любимым цветовым сочетанием вообще считаю что художнику стоит экспериментировать не зацикливаться на одном каком-то своем любимом жанре колорите сюжете а пробовать время что-то разное некоторых моментах просвечивают участки подмалевка это добавляет даже такой вот художественной прелести выразительности поэтому я считаю что можно сильно не стараться закрашивать предыдущие слои если они так вот симпатично проглядывают сквозь верхние в основном что вы задаем эти белые полосы и но я считаю что вы думаете это правда что я существует играть не такая другая женщина я задаю за компенсацию у вас за счет что мы хотим умоляя чтобы вы тожеplusить в таком колорите так сейчас время травинок опять же предыдущий слой если он таком приличном виде можно оставлять и ну что ж работа над деталями я в принципе закончила сейчас я буду делать фон ну и там уже где то есть только какие-то детальки буду поправлять и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, моя декоративная работа готова. Я выключила свет, чтобы не отсвечивала. Так что на кривом вполне можно работать в качестве разнообразия. Пробуйте, дерзайте. Желаю вам творческих удач и вдохновения. Спасибо за внимание.